Всем привет! У нас заболела Алиса, вы знаете. У меня сегодня голова кружится приступами, вот так резко, бах и закружилась, неожиданно. Я даже боюсь Алису на руках носить из-за этого, я не знаю, почему, наверное, от недосыпания. Когда болеют детки до годика, это очень страшно, потому что у них очень быстро все прогрессирует, и боишься что-либо пропустить. Из-за этого чаще всего деток до годика больных ложат в больницу. Мы вчера вызвали скорую, она, конечно же, нам предложила ехать в больницу, но они не дали никакого диагноза. Если бы они сказали, например, у вас ангина, мы бы понимали, что нам надо ехать в больницу, что мы сами не справимся. Но горло не красное, животик мягкий, но поехали. Зачем, спрашивается, чтобы там подцепить еще какую-то инфекцию. Ночью у Алисы была температура 38,3, и скажу я вам, у мамы внутри есть такой какой-то будильник, потому что мы не завелись костей будильники, я лежала рядом с Алисой, смотрела кино, думала, что я не буду спать, и как-то уснула. Ей надо было померить температуру в 3 часа ночи, потому что уже действие свечка свое заканчивала, нурофен, и могла опять подняться высокая температура. Я проснулась без всякого будильника, как будто кто-то дернул и поднял в 3,15. Померила ей температуру 38,3. Конечно же, надо сбивать. Маленьким деткам сбивают выше 38. Я поставила ей свечку, нам сказали чередовать. Скорая сказала, то есть после нурофена я должна поставить парацетамол. Я поставила парацетамол. В полшестого я ее пробую на горячее, как не знаю кто, как чайник. Меряю температуру 38,2. Парацетамоловая свечка не помогла, не сбила абсолютно. Тогда как нурофеновая очень хорошо сбивала. Так нельзя сказать нурофеновая. Свечки нурофен есть и свечки парацетамол. Так вот, свечки нурофен помогают. Сбиваю температуру до 37. Свечка парацетамол вообще не сбила получается. С полшестого утра я ждала до 6.15. Мне показалась это вечность. Потому что нельзя чаще, чем через 3 часа ставить свечки. Разные. А если одна и та же, то нельзя чаще, чем через 6 часов. Ну то есть, если мы ставим нурофен, можно поставить в 6, в 12, в 6 вечера. А если чередовать его с парацетамолом, то можно в 6, в 9, в 12, в 3. И получается, я ждала уже не знаю кто, чтобы уже следующую нурофеновую свечку поставить в 6.15. Потому что очень переживала, что у Алисы может еще выше подняться температура. Поскольку у маленьких детей за 15 минут даже бывает такое, что температура бахает 39-40. Но, к счастью, все обошлось. Я дождалась этих 6.15 и поставила свечку нурофен. И она так хорошо сбила ей температуру, что у нее 37 до сих пор. Сейчас уже 2 часа дня. То есть, уже 8 часов. В принципе, все более-менее нормально. Мы отказались ехать в больницу. И, в принципе, об этом не пожалели. Потому что сегодня утром вызвали врача себе на дом. Кстати, из клиники ликориздоровья. И вызвали себе на дом сдать анализы Алисе. Тоже из клиники ликориздоровья. Есть там такая услуга. Они берут 100 гривен, по-моему, за сам анализ и 90 за его транспортировку. 190 гривен. И мы сдали с пальчика крови Алисе, чтобы посмотреть, что же с ней такое происходит. Что мы будем делать, да? Уже глазки открыли, и сразу уже тут появилось. Так, настороженно смотрит. Да. Не страшно. Ромально. Кровь с пальца Алиса сдавала героически. Заплакала только, когда прокололи сам палец, потому что было больно. Дальше так пахныкивала, смотрела то на тетю, то на меня. Пыталась понять, что же происходит. Я ее уговаривала, что так надо. Сейчас сами все увидите. Моя куколка сейчас по-перфейски сделает. Молодец. Молодец. Все, 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 все. Котик. Все. Все, все больше важнее. Мишка, ты такая умница. Мишка, ты умница. Мишка, ты умница. Маленький, молодец. Мишка косовая по лицу идёт. Шишки сады. Мишка, ты будешь плакать, ты будешь плакать. Всё хорошо, всё хорошо, всё хорошо, всё хорошо, зайчик. Анализы, так надо. Анализы. Зайчик маленький довольный. Тётя ушла. Алиска улыбается. Тётя моя хорошая, ты наша умница. Так стойко, мужественно всё перенесла. По-взрослому. Да? Теперь тебе бить мои волосы. Уже с этим готовым анализом к нам пришла доктор. И Алису начала осматривать. Я очень надеялась, что придёт именно этот доктор. Мы как раз уже были у неё на приёме. Очень хороший врач, очень ласково общается с детьми. Давай животик. Видишь, как ты с мамой себя хорошо чувствуешь спокойно. В лёгких у Алисы чисто, горло тоже не красное. После того, как утром брали анализы, Алиса уже не очень приветливо приветствовала доктора, кричала, плакала. Но в целом она сегодня весь день капризная, потому что болеет, это понятно. Обычно нижние зубы прорезаются вообще без припухлости. Сегодня их ещё не было, завтра они уже есть. Это только нижние четыре зуба. Все остальные зубы, это... Вы же не первый раз. Там уже уже не помним. То есть это припухлость, это десна красная, болезненная. Я помню, что мы её мазали в детстве сначала. А то, что нижние зубы, то там всё очень просто и красиво. Понятно. Я это вижу. И слюны там достаточно. Вы должны понимать, что слюны... Она последние три дня терзала. И соску терзала. Ну вот, я о чём вас пытаюсь, вы спросите. Итак, доктор нам сказала, что у Алисы режутся зубы. И это такая реакция на прорезывание зубов. Кроме этого, она рассказала, что когда течёт сильно слюна, она ещё попадает в желудок, в кишечник гораздо в большем количестве, чем наружу при прорезывании зубов. От этого может даже начаться жидкий стул и так далее. Этого не надо бояться. Она сказала, потерпи дня четыре. И говорит, когда вылазят первые четыре зуба, нижние, они дёсны обычно не напухают. То есть зубы сегодня нет, завтра есть. Но всё равно организм реагирует температурой, как вот при флюсе, например. Потому что всё, что у нас во рту имеет воспаление, скажем так, оно даёт быстро температуру высокую. Получается, что мы ничем не больны. И очень хорошо, что мы не поехали в больницу. Нужно перетерпеть эти дни, снижать температуру, если она слишком высоко поднимается. И, судя по всему, через несколько дней Алиса будет уже зубастиком. Я застилаю кровать. Внизу на пледике расположилась кошка Маха и спит. И она вполне довольна тем, что я её застелила, укрыла. Алиса немножко ожила. Ночью было плохо, было 38,3-38,2 всё время. А сейчас с утра 37, всё-таки свечки сбили. Нурофен сбивает. Тоже песенку поёт. Алиса смотрит мультики. А Костя поехал сдавать назад обои, которые мы не использовали. Долго очищал свою машину. Прям не верится, что сейчас конец марта. Кажется, что это где-то декабрь или январь. Никак не отпускает нас зима, снег лежит. По дороге домой Костя заехал на почту. Нам прислали вот такие подарки от Z-Box. Это сервис подарков. Помните, мы распаковывали U-Box? И вот это что-то подобное тоже. Завтра мы их распакуем. Если, конечно, будут силы и все себя будут нормально чувствовать. Чтобы уже хоть что-то хорошее было, весёлое. А то что-то одни проблемы в последнее время. Так что смотрите, завтра не пропустите. Маха, ты уже идёшь проверять тоже в коробочку, да? Да, да. Я думаю, это будет очень интересно. Здесь аж четыре коробки подарков для нашей семьи. Лисюшка пьёт чаёк. Нам сказали побольше её поить во время болезни. Поэтому мы даём чаёк часто. Это как, это не чаёк. Это как водичка и разведена с чайком вот этим хип. Сейчас я вам покажу, какой мы используем. Вот такой чаёк. На нём написано с четырёх месяцев. И здесь ромашка. Мне кажется, что это ей сейчас хорошо должно быть. А я стала доставать то, что лежало на вырост у меня под кроватью. Помните? И сегодня показывала Алисе вот эту юлу. Она ей понравилась. И я достала пирамидки. Буду тоже ей потихоньку показывать. Вот эта пирамидка интересная, потому что она кружками сделана. Видите? Томми. Когда-то я увидела. Мне понравилась оригинальность. И внизу, в самом низу, лежит мячик, шарик. Можно её складывать и по-другому, наоборот. Вот так. Тогда шарик получится сверху. В общем, очень оригинальная пирамидка. И вот такие две нормальные есть. Одна малюсенькая деревянная. И одна вот такая. Она ещё качается. Мне кажется, ей уже, в принципе, можно показать. Смотри, лисюшка. Какая пирамидка. Он сразу заинтересовался ребёнок. Смотри, тут сверху у нас погремушка. Видишь? И такие кружочки. Надо потихоньку уже пытаться понимать, как её складывать. Да. Если бы ты уже хорошо сидела, ты бы уже вовсю играла такими игрушками. Кстати, меня спрашивали в предыдущем влоге, почему у нас такой поцарапанный пол. В принципе, он такой был всегда. Потому что двигали мы мебель с костью и вот и поцарапали. И здесь просто лежал ковёр и не видно этого было. Здесь же нет линолеума. Это просто окрашенные доски. Вот, поэтому здесь надо тоже что-то делать. Но глобальный ремонт мы здесь пока делать не будем. Все пишут, вот лучше бы вы сделали ремонт, чем там что-то покупать. Так, поймите, у нас маленький ребёнок. Мы не можем пока делать ремонт. Мы и так вот напылили тут эти обои, переклеивали. И этого делать нельзя пока ребёнок дома. Это надо летом, когда мы сможем с ней куда-то выходить, а то и вообще переехать куда-нибудь. И делать здесь ремонт, чтобы ребёнок не дышал всей этой пылью. Мы не потому его не делаем, что что-то другое покупаем. А потому что мы и не планировали его сейчас делать. Так, лисюшка заинтересовалась пирамидкой. Бух! Когда что-то падает, я ей всё время бух говорю, чтобы она понимала, что это значит упала. Только как-то не очень хорошо они упали на пол, а ты их ей даёшь. Потом руки мыть пойдём, да? Ну что же, ждите завтрашнего влога и распаковки подарков. Смотри, чтобы она себе в глаз этим не ткнула. Хоть оно и не острое, но всё равно. А мы будем лечиться. Я сегодня полдня тоже лежала со своими головокружениями. Думаю, что у меня скачет давление. Я перенервничала за Алису и не высыпалась. Думаю, что причина в этом. Надеюсь, мы завтра уже будем лучше себя чувствовать, потому что болеть очень неприятно. Всем, кто болеет, желаю тоже быстрее приходить в норму и возвращаться к повседневным делам. Лисюшка! Алиса! Алисочка! Скажи всем пока и до нового влога!